Динамо Динамо провело очередной матч против «Факева» из Нового Уренгоя. Конец прошлого года выжил из «Динамовцев» все силы. Команда сыграла рекордную серию пятисетовых игр. В новом году в первом же матче эта традиция продолжилась. Москвичи уступили в двух первых сетах, но в последующих двух выиграли и сумели вернуть интригу. Решающая партия вышла очень упорной и эмоциональной. Затянувшейся концовке больше повезло гостям 19-21 и 2-3 по итогам матча. Игровых тренировок у нас не было. Мы тренировались в шестером, семером, восьмером. Особо внимания игре не уделяли, поэтому против хорошей слаженной команды, которые тренировались за этот период, вот мы и встретили кое-какие сложности. Но, к сожалению, не добили, как можно сказать. Опять пять сетов сыграли. Но что делать? Будем настроиться на следующий матч. Как всегда, Иван Зайцев играл ключевую роль в результативных атаках своей команды. Но при этом диагонально еще не набрал оптимальную форму после новогодних каникул. «Отдохнуть хорошо мне очень надо было. Отдохнуть я честно говорю, потому что после сезона со сборной, после начала сезона здесь в «Динамо» очень было мне тяжело физически. «Пока вот еще сил не очень, еще при счетах ударить по мячу не очень сильно получается. И мои как бы удары мимо блока не проходят. Ничего не как бы потерял их. Так что просто бью прямолинейно, я думаю, что это… И сегодня тоже сказалось, но, к сожалению, хотел извиниться перед ребятами, перед всей командой. Потому что просто не шла и будем стараться побыстрее, буду стараться быстрее вернуться на мой уровень». Если «Факел» из Нового Уренгоя выручили эмоции и силу воли, то многим «Динамовцам» было непросто найти силы. Как известно, Сергей Гранкин, Юрий Бережко и Александр Маркин сыграли ключевую роль в недавней победе сборной России над Францией. Этот триумф позволил российской команде сделать важнейший шаг вперед – отобраться на Олимпийские игры. «Нам со стороны, естественно, кажется, что это такая динамовская сыгранность сыграла свою роль, но вот вышли и, соответственно, сделали. Так ли это?» «Ну, согласен, да. Это так. Потому что два года мы играем ключом к ключу уже, а я и Сережа уже играю шесть лет, наверное, седьмой сезон. Так что взаимопонимание у нас на высшем уровне. Так что где-то и это тоже сыграло все вместе. Но я не могу сказать только из-за того, что мы сыграли хорошо. Хорошо сыграл и Максим Михайлов в конце. Блестяще играл, блестяще продавал. Вот. И все молодцы. Раз уж и так случилось, что мы вышли и выиграли, то я хочу повторить, что сейчас нам уже просто непозволительно, наверное, играть хуже, так сказать. Где-то мы должны играть на уровне, где-то прибавлять, а ниже спускаться к своей планке никак не надо. Безусловно, стимул игроков проявить себя и поехать со сборной в Рио поможет и клубу. Уже в ближайшее время потребуется высочайший уровень игры, ведь впереди у «Динамо» выездной матч с губернией. А затем принципиальнейшая домашняя встреча с парей-валей в рамках Лиги чемпионов. Мы работаем, чтобы вместе с вами двигаться вперед, строить планы на будущее, чтобы вместе с вами радоваться каждый день. Банк Югра. С вами с 1990 года. Субтитры создавал DimaTorzok